Сделать чудо своими руками под силу каждому. Это в очередной раз доказали, не сговариваясь, люди в разных российских городах. Кто-то отремонтировал детскую площадку и дорогу, а кто-то помог другим начать новую жизнь. Ольга Князева подробнее. Они приходили сюда каждый день на протяжении полугода. Сегодня впервые без лопат и тележек. Клумба готова, скамейки установлены. Такими скверами в Москве или Петербурге никого не удивишь. А вот для жителей Торжка, маленького города между двух столиц, это повод собраться вместе и разрезать красную ленту. Это первый случай, когда сами закатили, сами договорились, сами пришли, сами сделали. Ни на кого не надеялись, ни на кого не жаловались. Пришли, сделали. Для меня это символ нашего города. Новый символ раньше выглядел так. Заросли в перемешку с мусором. Рядом ветхое здание станции. Такие пейзажи. Первое, что видел турист, попадая с платформы в Торжок, где стоит одна из самых древних деревянных церквей. А достопримечательностей хватило бы на десяток таких же городов. Все было сделано на камеру жителей города. То есть не профессионалы. А сколько человек здесь работало? Чек 70. Местные предприниматели, семьи с детьми, пенсионеры вместе делали то, о чем сами несколько лет просили администрацию города. Устанавливали ограду, выкладывали дорожки, сажали цветы. Если мы будем сидеть и думать, что должна делать администрация, то мы будем так сидеть. Я считаю, что жители города должны объединяться. Потому что каким мы хотим видеть город, зависит прежде всего от нас самих. Слова, которые кажутся банальными, пока в каком-нибудь российском городе или поселке не появляется новая дорога или церковь. Сегодня все чаще люди меняют среду обитания, не дожидаясь помощи муниципалов своими силами. Психологи связывают эту тенденцию с желанием расширить так называемую зону комфорта. Считается, что зона комфорта, пространство, которое хочется обустраивать и улучшать для многих людей, заканчивается за дверью квартиры или подъезда. Мы делаем ремонт, покупаем новую мебель, но потом выходим на улицу и нам вроде как все равно, что происходит здесь. Но вот пример, когда зона комфорта гораздо шире. Пруд с декоративными рыбками прямо возле подъезда в обычном московском дворе. Рядом настольный теннис и дачные качели. Это уютный и ухоженный двор, потому что так захотели те, кто здесь живет. Но бывает и так. Инициатива иногда связана с безвыходностью. Весной и осенью здесь было не только не проехать, здесь даже пройти невозможно было. Катастрофическое бездорожье в деревне Бериндеево Костромской области заставило жителей взять в руки лопаты. Асфальтовую крошку и грунт привезли с заброшенного зернохранилища. На благоустройство деревни сдают деньги с каждого дома. Местная администрация обещает в будущем возместить расходы, но сроки не называют. Они уже не надеются. Подъездная дорога почти готова. В планах теперь детская площадка. Сейчас дополняю книжку, делаю название «Волшебные сказки». В Брянске есть детская площадка, которая вполне сойдет за достопримечательность. Замок, фонтаны, мосты. Как в сказке про Тридевятое царство. Личная инициатива и несколько месяцев труда Василия Подстригаева. 20 лет он проработал художником на заводе. Расписывал горки и турники для детских городков. Теперь фантазию можно не ограничивать. Сказку, за которую приезжают из соседних городов, выстроил за свой счет. Надо, чтобы после себя что-то оставить, я считаю. Это останется и через 50, и через 20, 30 лет будет. Она будет стоять. И кто-то вспомнит, наверное. А этот человек превратил 4 гектара земли под Петербургом в территорию самостоятельности. Так называют участок с двумя домами. Волонтер Андрей Домбровский. Несколько месяцев назад он впервые привез сюда инвалидов, чтобы научить самым обычным для здорового человека вещам. Колоть дрова, готовить завтрак, общаться с животными. Все! Что, все? Что, щекочет, что ли? Нет, я стесняюсь. Мы все так склонны думать, что у нас впереди еще вечности. Мы потом когда-нибудь чего-нибудь еще сможем доброе, конечно же, сделать. А если вдуматься, то, как говорят, мы все под Богом ходим. Если я это не сделаю сегодня, может, у меня завтра уже не будет такой возможности. Они знают эту землю. Учитель взял в аренду. Взял, чтобы у них появилось что-то больше, чем тесная комната с тремя или пятью соседями в интернате. Так и вышло. За эти месяцы 22-летний Иван научился сам себя обслуживать. И в интернат теперь ездят только по выходным. И для него теперь кажется, этот заброшенный когда-то участок гораздо больше, чем территория самостоятельности. Ольга Князева, Наталья Люблинская, Андрей Сычук, Юлия Заграничного и Владимир Ольховский. Первый канал. Субтитры сделал DimaTorzok